Традиционно праздник крещения начался с чина освящения воды. Считается, что в эту ночь она наделяется особыми свойствами, помогает излечиться от болезней духовных и телесных, смывает грехи. Есть некоторые церковные установления, которые говорят нам о времени освящения воды. То есть это начиная с утра 18-го числа и до, условно говоря, второй половины дня 19-го числа. Главное не забывать про посещение храма, потому что главное действие происходит там, в храме. А здесь, за пределами храма, соблюдают, пожалуй, главный, правда, скорее, народный обычай. Аминь, ребята, с праздником! Для кого-то обряд омовения – давняя семейная традиция, которую чтут из поколения в поколение. Некоторые же видят в этом способ набраться моральных сил на весь предстоящий год. Для какого-то собственного такого спокойствия, умиротворения. То есть не для того, чтобы чего-то кому-то доказать. Просто для собственных ощущений. В этом году главной площадкой для купаний стала парковка у стадиона «Арена Химки». Здесь установили три купели – мужскую, женскую и теплую. Удобный подъем и безопасный спуск. Дорожки ведут прямо к отапливаемым раздевалкам. Все организовано на высшем уровне, как вы видите. Обязательно присутствие медиков, спасателей, полиции. На месте дежурит группа волонтеров. Бесплатно раздают полотенца, махровые халаты и тапочки. Пожилым, естественно, детям, естественно. Ну, то есть кто вот прям совсем голый-голый-то мы раздаем. Больше ста точно раздали, это точно, да. Мы думали, что будем стоять, девать. А нет, народу столько много, что мы не успеваем замерзать. Для гостей праздника работает мобильная баня. Чтобы согреться, достаточно пяти минут внутри. Впрочем, погреться можно прямо на улице. Одна из главных точек притяжения на праздники Крещения – это вот этот очаг с костром. Сюда приходят греться не только те, кто только что окунулся в прорубь, но и просто гости праздника. Потому что, надо сказать, морозы действительно крещенские. В ночь богоявления температура воздуха опустилась до минус 13 градусов. Как нельзя кстати – горячие пирожки, конфеты и чай из дымящегося царь-самовара. Держи, горячий чайок. Спасибо. О том, чтобы его, как и в прошлом году, установили в зоне крещенских купаний, попросили жители Химок. В домовых чатах люди обратились с просьбой к депутатам Совета депутатов. Совместно с администрацией округа просьбу выполнили. Вы посмотрите, как все устроено на этом мероприятии. Посмотрите в глаза людей. Они светятся, они ждут чудо. И это чудо будет обязательно. И мечты всегда сбываются. Поток верующих в чудо не прекращается. Желающих окунуться в крещенские купели все больше и больше. Только в первый час обряд омовения совершили более 800 человек. По настроению народа видно, что люди радуются, люди довольны. Для удобства жителей купели установили в четырех точках города. На протяжении всей праздничной ночи православные верующие могли окунуться в купель у стадиона Арена Химки, в парке имени Величко, на Сходне, а также в микрорайоне Левобережный, в парке Экоберег. Окунаться в купели можно не только в крещенскую ночь, но и весь следующий день. Также в это время православные верующие набирают в храмах святую воду. Ее принято раздавать родным и близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова